Скажете, ну, подумаешь, правильную монету изготовить. А в жизни часто приходится бросать неправильные монетки, игральные кости. Вот как, например, сделать бросание монетки, чтобы оно выпадало на орла с вероятностью 1 треть, а на решке с вероятностью 2 треть? Или как смоделируем бросание игральной кости? Вот мы тут исхитрились, какие-то посчитали формулы, что-то такое придумали для правильной монетки. Но у нас много разных есть случайных экспериментов, которые даже в жизни обычно у школьников встречались. Когда там какие-нибудь бросают неправильные кости, каждый сколько-то идёт. Вот как, чтобы честно бросать? Значит, для того, чтобы это понять, надо рассмотреть немножко другую вероятность в модели, которая отличается от того, что мы только что делали. Давайте посмотрим на отрезы от 0 до 1. И будем теперь исходом считать точку этого отрезка. Значит, исходы это точки отрезка от 0 до 1. То есть это можно себе представить так, что вы просто загадываете число от 0 до 1. Или вы подходите с закрытыми глазами, тыкаете в этот отрезок. Вот точку, которую вы попали. Что я хочу сказать? Что все точки этого отрезка для нас равноправны, равновозможны. Но есть маленькая проблема. У этих точек слишком много. Вот, а никто не сомневается, что если я скажу, бросай против, попади в конкретную точку. То вы скажете, послушайте, ну это вероятность, но я никогда в жизни попаду. Вы мне вот мишень поставьте, сделаете так, чтобы я хотя бы какой-то люфт или... Вот сюда, пожалуйста, хоть под активный рейд летать, точно попадем. Вот тогда возникает немножко странная ситуация. У нас исходов много, но вероятность отдельного исхода нулевая. А у нас вся предыдущая деятельность была построена на час. Что есть исходы каждого, это число, которое мы называем вероятностью. И когда нам надо посчитать что-то нужное, да, мы просто берем, смотрим, какие исходы нужны, и считаем сумму вероятности этих исходов. Так вот, заслуживание? Конечно, конечно. Да, у нас было конечное количество исходов, это верно. Здесь их бесконечно много, но это ладно, может быть, какие-то надо было объявить просто никогда не совершающимися, да, и оставить какое-то разумное, и там производите вероятность. Но проблема в том, что при случайном загадывании числа от нуля до единицы, любое число возможно. Так, и ни у кого нет сомнений, что загадать конкретное число, вот я сейчас придумаю такое число и скажу, загадайте, получится у вас такое же, как у меня. И, скорее всего, никто не будет сомневаться, что он нет, конечно, да, а если случится, то это все, можно идти в лотерейные билеты с покупателем. Вот, значит, получается как-то странно, но с другой стороны, знаете, вот каждого из стола в отдельности вероятность стоит, но тем не менее, если я разделю отрезок пополам и спрошу, вот бросая тротик, с какой вероятностью я попаду в эту половину, все, не сомневаясь, скажут, что 50 и 50, правильно? Одна вторая. Значит, что я умею, на какие вопросы я умею отвечать в этой модели? Я умею отвечать на вопрос такой, какова вероятность, что я попаду в отрезок, а та-да-да? И эта вероятность равна чем-то? В минус А. Ну, в данном случае, одна четвертая, но это не обязательно сведение. Да? Значит, В минус А. То есть, вот странно, к элементарному исходу одному предписать вероятность можно, это только ноль, но это совсем не означает, что у всякого события вероятность ноль. А тем не менее, вполне осознанно говорить, что вот, можно говорить о вероятности попадания в отрезок. Значит, теперь, смотрите, если вдруг у меня есть волшебная коробка, которая умеет моделировать случайное вытаскивание точки из отрезка от угляда единицы, то как мне смобилировать бросание неправильной монетки, которая выпадает, сверяется 1-3 на орла и сверяется 2-3 на ежа? Очень просто. Делим отрезок. Так что, вот здесь была 1-3 и случайно загадываем число. Если число попало сюда, ставим единичку. Если число попало сюда, ставим что? Ноль. Понятно, что я единичку получу, с какой вероятностью? 17 на 3-е. Да? А какая вероятность, что выпадет брешек? 2-3. Как мне смоделировать бросание кроме кубика? Давайте поделим этот отрезок на 6 частей. И если я загадал число и оно оказалось здесь, будем выдавать единичку. Если здесь, то здесь, то здесь 6. Получилось, что я как будто бросаю. Вот странным образом. На самом деле верит даже более общий факт. Какую бы вероятность в модели мы придумали, я смогу реализовать с помощью отрезков примерно 1. Вот. Мы с вами это не будем наказывать и расслабить, но тем не менее уже видно, что если умеешь случайно вынимать точку из отрезков, так что все точки равна права, и вероятность выбрать точку из отрезков, то умеешь очень много моделировать вероятностных моделей. Правда? Но вы скажете, что умеете вынимать точку из отрезков, вы-то еле-еле монетку научились бросать, а тут точки из отрезков. Вот оказывается, что если вы умеете бросать правильную монетку, то вы умеете выбирать точку из отрезков. Вот смотрите. Что мы с вами знаем как отрезок? От нуля до единицы. Мы с вами знаем, что числа от нуля до единиц, как точку и любые другие, можно записывать в двоичной системе. Как записать число в двоичной системе? Что это такое? Что значит записать число в нуля до единицах? Как это происходит? Ну, там два объекта. Какой способ? Там можно ближайшие шести объекты. Какой способ? Какой способ? Ну, с вами стоит. Ну, боязнь на самом деле один. Просто надо договориться, чего вы допускаете. Безконечное число единиц, безконечное число нуля. Но в данном случае точку у вас просто геометрически. Делим отрезок пополам. Если точка здесь лежит, пишем ноль. Если здесь единичка. Так, опять делим пополам. Если здесь лежит, то пишем ноль. Если здесь, то единичка. Понятно? Проблемы есть только с самими делениями. С ними не очень понятно, куда их отнести. Да? Писать им сначала ноль, а потом все время единичку. Или сначала написать единичку, а потом все время писать ноль. На самом деле это более-менее безразлично. Особенно для нашего эксперимента, где вытаскивание конкретной точки имеет вероятность, что мы записываем в двоичной системе. Я взял точку Х и пишу ей запись какую-то. Значит, геометрически понятно, что это означает. Что это означает алгебраически? Что означает такая запись? Значит, что я беру ноль раз половину. Дальше беру что? Один раз беру четверть. Правда? Правда? Вот смотрите, как я набираю это число. Как будто я его, так сказать, по камешкам собираю. Значит, вот у меня написано ноль. Значит, число здесь есть. Чтобы получить число, которое здесь, надо что сделать? Надо к одной-второй что-то будет добавлять. Чтобы здесь получить число, ничего к одной-второй добавлять не надо. Вот я и написал. Дальше что я делаю? Дальше мне написано, что число где-то здесь есть. Что означает вторая единичка? Значит, что число где-то здесь. Значит, что это число получится как что? Как одна четвертая плюс что-то еще. Правильно? Теперь дальше что будет написано? Опять единичка. Значит, чтобы подойти к этому числу ближе, я должен буду что добавить еще? Еще оно в рассею будет. Правильно? Следующее будет что? 0 на 2 в четвертой. Итак, пока дальше понятно. Правильно? Значит, смотрите, если я х сумму предъявил запись двоичную. Вот так вот. То это все равно, что я х алгебраический записал в эти суммы. Конечно, эта сумма может оказаться бесконечной, но мы с вами на такие незначительные тонкости пока обращать внимание не будет. Потому что бесконечную сумму вещь сложная, но когда за ними стоит конкретный геометрический объект, это очень понятно. Да, вот вы же знаете эффект Эхиллесовича из-за половины на высота четвертой, ни у кого нет сомнений, что мы в бесконечность там на единичке готовы. Правда? Вот. Вот. Получается, что я когда написал двоичную запись, это все равно, что я напишу так. Эхилл на 2, плюс Эхилл на 2 на 2 в квадрате. Эхилл на 3 на 2. Кубль плюс 1. Теперь вопрос, когда пишем мы бесконечное число единиц. или пишем единицу, а потом нули. Это вопрос только того, что, ну вот, если вы возьмете 1 четвертая плюс 1 восьмая плюс 1 восьмая, сколько получите? 1 четвертая плюс 1 восьмая плюс 1 шестнадцатая. Это вот на картинке уже выглядит. Вот. А и вот четверть. Дальше к ней добавляется 1 восьмая. Понятно? Потом 1 шестнадцать. Чего получается только сумма длины этих отрезочек? Вот такого, вот такого, вот такого. Сколько? 1 вторая. 1 вторая. Значит, получается 1 вторая. Так вот, вы могли бы изначально писать 1 вторая, а дальше писать 0 на 4, плюс 0 на 8. А можете писать 0 на 1, это 0 на 2, а потом все единички. Поэтому, с точки зрения антибиотической записи, ну это вот просто умение вас посчитать такую сумму. Итак, значит, вот знаете, что мы теперь, как мы теперь будем моделировать, вытаскивая числа из отрезка. Как мы это будем делать? Мы будем бесконечное число раз бросать монетку. Вы скажете, ну вот, вот это настоящий подход. Как же так? Значит, как же так, как же бросать бесконечное число раз монетку? Вы знаете, что мы будем делать с этим? Тогда станет понятно, что на самом деле бесконечное число не потребуется. Мы будем бросать монету, бесконечное число раз. И выписывать вот эту дворечную запись. Ну или вот такую сумму, как там написано. Так? И это будет выбор числа x из отрезка 0,1. При этом нам на практике обычно не нужно число прямо точное. Ну вспомните, когда вы последний раз использовали точное значение числа 1? Ну никак так. А это вам не мешает решать задачи по геометру и вообще чувствовать себя спокойно по этому поводу. Кстати, вот я как читал интервью нашего одного замечательного математика. Он работал, работает в Америке, ну и здесь тоже. И вот он интервью рассказывал, как ему надо было получать визу специальную, которая позволяла из Америки легко ездить в другие страны. И он пришел к операционному офицеру. Ну и тот его родного службы спрашивает, там, кем вы работаете? Он говорит, вот я математик, там, значит, декан, у которого даже факультет математического в новоизвестном университете. Ну это формальный вопрос, и вдруг офицер говорит, так, математик. А число ПИТа, говорит, до конца выяснили, чему работают? Значит, вот оказалось, что человек интересует, как вы, написали до конца? Вот. Или нет? Ну как вы понимаете, что нет? Значит, мы просто умеем сколько угодно длинную написать. Вот. Но, тем не менее, вот видите, как, даже такое важное число ПИТа до конца не знаем. Поэтому редко нам нужны числа в точности. Нам нужны числа с некоторой ПГ, что, скажем, там, до 1 делить на 10, на 2 в десяток, скажем. Вот, чтобы получить точность 1 делить на 2 в десяток, сколько мне записей двоичной системы потребуется написать? Ну, 10 знаков я напишу, но хватит. Правильно? Вот. Можно будет больше точности, но еще больше. Но, тем не менее, это будет что? Конечное бросание монетки в итоге. Правда? Значит. Итак. Как предлагается выбирать точку из отрезка квалиатива? Предлагается выбирать следующим образом. Будем бросать правильную монету. Это мы умеем делать. Выписывать вот такую сумму. Если надо приближать, то просто обрукнуть ее где-то. И будем говорить, что вот получившись х, это и есть вот это случайно загадное число из отрезка квалиатива. Так.